Ах ты, душечка, красная девица, Мы пойдем с тобой, разгуляемся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok DimaTorzok 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 Народные, включая в Мотово, в Добровке, в Дельта, в Буковине или в любом использовании, староверные истории έχутся в более африке три секунды и полчаса. В 1653 году существует первое предложение – разрушительной ростовской всей области у Жизы. Но, в России, существовав русские, или ортодоксы, в более 650 году. ПЕСНЯ Крещение Руси произошло благодаря усилиям византийских миссионеров. С одной стороны, с Балкан, через Болгарию, а с другой стороны, с севера, через викингов, через варягов. Это произошло в 8-9 веке. С 9-го, начале 10-го княгиня Ольга и князь Владимир отправились в Византию, в Адрес Константинополь, где приняла христианство, и вслед за ней ее внук, князь Владимир, было положено начало христианизации Киевской Руси. ПЕСНЯ Семнадцатый век оказался очень сложным для России, очень тяжелым, потому что он начался с такого неоднозначного явления, как смута. Смута, это слово обозначает смущение какой-то, неупорядоченность, но для России это фактически была гражданская война и иностранная интервенция. Не ведает государь, что с его хлебом геется? Писать государю, бить челом! Воевода, не отдавай хлеб шведам, покуда челобитное к государю не придет! Что государь повелел? Исполнил в точности! Во время смуты еще возникло народное восстание против поляков, которое, естественно, сопровождалось ростом негативных отношений к западным людям вообще. В этот момент из-за спора между потомками различных семей, претендовавших на царство, Годуновыми, Шуйскими и так далее, после убийства царевича Дмитрия на Русь пришли поляки, то есть войско-литовского короля, вместе с претендентом на российский престол, которого назвали Лжедимитрием Первым. В то время мы говорим, конечно, уже о Московской Руси, потому что юго-западная Русь, то есть включая Киев, находились в зоне польско-литовской, с одной стороны, а с другой стороны, турецкой, поэтому, собственно говоря, когда мы говорим про Русь, мы имеем в виду Московскую Русь. Было организовано войско народное, и поляков удалось прогнать. Россия, русская государственность оказалась в очень ослабленном и таком тяжелом состоянии. После этого был собран земский собор, избран новый царь из династии Романовых. Поцелуй меня в лоб, как батюшка целовал. С вами, любезное сердцу моему, поставим Россию и православный крест. Началось восстановление, выстраивание, реконструкция государственности. Но такие удары, как смута, не проходят бесследно. И русский человек, русский народ был очень сильно поврежден в каких-то фундаментальных основах своего бытия. Можно сказать, что 17 век был, конечно, тяжелым. И к тому времени, как на престол зашел сын первого русского царя Михаила Федоровича Алексея Михайловича, стала назревать, скажем так, необходимость какого-то дальнейшего развития, дальнейшей модернизации. И первые шаги царя Алексея Михайловича были, конечно, связаны с необходимостью какого-то изменения. Довольно быстро он отошел от первоначальных планов религиозного возрождения и пошел на поводу у, в общем, ставленника патриарха Никона, который, как мы знаем, решил вместо религиозного возрождения начать религиозной реформы. А это немножко разные вещи. Знаю, вы меня по углам еретиком зовете. Книги новые дед ввел, обряды поменял. А ведь то не моя прихода. Испугался? А я лес люблю, как в храме после службы. Тихо так. Слышно, как трава растет. Ну и вкусно. Ты ложку-то бери. Царю сила нужна. А скажи, можно ли грешное царство на святое переделать? Чтобы всякий человек жил в том царстве по крестьянской заповеди да по человеческой совести. Что-то не случалось мне читать про такие земли. Потому их и нет, что охоты у людей к святой жизни нет. Богу молится, окончил поклоны бить, вышел из храма и кривит и лукавствует. Колебудит охота к святой жизни, то есть святому царству быть. Нигде в православном мире, ни в Греции, ни в Румынии, ни в Болгарии, ну тогда таких стран не было, естественно, были народы. Но таких массовых реформ с такой жестокостью проводимых не было. Россия в этом смысле уникальна по объему этого реформирования. Роспись всему царскому чину прежних благочестивых греческих царей. В основе греческого проекта лежит совершенно другая идея, что Россия не самостоятельна, что Россия должна во всем ориентироваться на греков. И подоблюсь им, как истинный царь православия. Копировать греческие обычаи и усталы. Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, Единое Царство и Господство благословит Единое Ваше Царство. Крест целую на том, что не будет пред Великим Новгородом кровавой казни. Продолжение следует... Волки и губители ее, а не пастыри. Дело божеское решено. Главный вопрос в том, по какому пути пойдет русская церковь. Либо она останется на том пути, на который ее поставила Византия, что Россия ответственна за весь христианский мир. Но была и другая идея о том, что Россия должна подстроиться под какие-то другие шаблоны. Здесь была как раз субъективная идея Никона, которая являлась и является спорной. Он предположил, что Россия должна встроиться в греческий мир, стать частью греческого проекта, и для этого нужно сломать очень многие черты старого православного уклада. И он стал ломать об колено, так сказать, народную веру, народную жизнь. Не мне ли патриарху Иерусалимскому не благословить тебя, замыслившего воздвигнуть на Руси Третий Рим? Пусть созерцание храма воскосения Христова в Иерусалиме не позволит тебе не забыть, не отступить от великого замысла. «С благоговением принимаю сей дар, да укрепятся узы православия под державной рукой великого государя Алексея Михайловича». Есть такое понятие у историков, оно называется «миграцио империи». То есть, что империя, центр Рима переходит. Рома-Антиква, Константинополь, Москва. И вот, собственно говоря, Третий Рим обозначает такое понимание русской мировой истории, в котором Россия играет ключевую роль как хранительница православия, как хранительница мировой государственности в целом и как, в некотором смысле слова, ответственной за порядок в мире. С указом царским и наказом архиерейского собора! «Смотрите, отцы и братья, как вы книги!» «Импунеау, ануме, корректура textелор religиоасе, схембуяри care тинеау де рит, импусе де ашанумите, ашанумите, сау ашазиселе, грешели, даторита унор кописти, грешели care сау аккумулаты в тимп, в опиняа lui Никон, и ацелу, которые сустинеау аниконищтелор, в генерал, биненцелес, по признану царуле». «Веркеп!» «Вертеп есть!» «Стоглавый собор, откуда вы такое пение?» Представьте, что вы живете какой-то жизнью, вы выходите в церковь, вы молитесь, и вдруг вам объясняют, что все, что вы делаете, это неправильно. А сейчас приходят греки и нам объясняют, как надо правильно. Алексей Михайлович и митрополит Никон хотят модернизировать очень быстро бисерика ортодокса русская, входя в континент очень abrupt. Тебе что было сказано, Поп? Служи службу скорым. Прежде всего, изменение формы крестного знамени, то есть сложение перстов. Из Византии Древняя Русь приняла сложение перстов вот таким вот образом. Прикрестном знамени, которое совершалось следующим порядком. Греки под влиянием западным приняли вот такую форму. Примерно в 13 веке началось вот это распространение. Первоначально оно выглядело вот так, потом потихонечку превратилось в щепоте. У нас Христос воскрес, а у вас? Христос воскресе! Христос воскресе! Протопопа Вакуум, один из первых противников реформ и страдальцев, героев за это сопротивление. В письмах самого проводится различие между царем и Никонианами. И он пишет царю, прогони тех Никониан. То есть он имеет в виду Никона и его сторонников. При том, что Никон к тому времени уже был в опале. Но дело в том, что Протопопа Вакуум, видимо, уже не очень понимал, что реформа уже стала делом не только церковным, но и государственным. То есть вот это ломать Россию об колено решено было очень сильно. И Петр Первый продолжил это. Дозволь поклониться народу Божьему. Кланяйтесь, только поживей. Люди рубили меня, пальцы на руке отсекли, чтоб молиться не мог. Язык резали, чтоб говорить не мог, а Господь дал. И я говорю, стойте, православные, крепко, опасайтесь прелести. Ныне вера, фестры правоверием называются, а благоверные побиваются. Простите, Попа Ласович, стыдно, а ли времена пришли, когда стыдей и поговорить не с кем. Страх человеческий, он только до огня, а вошел в него, тогда и забыл все. Поком мигнуть, как душа словно птичка, из темницы земной на волю выпорхнет. Давай живее! Погоди, простимся. Погоди, простимся. Пред Богом стать и вам не постыдно. Нам за правду вечность Бог жалует. Словом буду жив, ох, и надымлю. Солнце тучи мы на неделю закроем. Зажигай. 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 В первом этапе, шок, это 50-е годы, в 1953-м году начались эти все reformы, а в 1666 году, уже через 13 лет, весь старый русский обряд был проклят на соборе, а нафиматством и объявлен неправильным и чуть не сатанинским. Ча май amplа, ча май профунда схизма care apare в санул бисеритеи ортодоксе. Русская, нурма карея у апарут, мишкаря расколничилор, старовели, старовели, дакаврите, 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 дакаврите май тарзиу. Официальная церковь и вот синод уже с начала 18 века достаточно жестко преследовала старообрядцев просто за факт исповедования старой веры. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Но я не знаю, что это было, но я не знаю, что это было. Чтобы воспринимать родители или родители вероятность, традиции и воспринимательные восприятия в мире с такими различными целями, это очень тяжелый путь, но не невозможно. Крылья и славона веки используются продолжительными ритмами, даже после 350 лет, и отчаян дала схизмор, что многих детей и милых угрожают, как будто, патрунение смысла одной службы, но не определяют как ортодоксов вероятность. В детском возрасте ритмами получают вот тот заряд третий поклон, бабушек и дедушек, и веру, и язык, и прочие институты для этничности. Потом они включаются в активную жизнь, бреют бороду, носят европейскую одежду, то есть целый ряд вещей, которые являются атрибутами глобализации, и все нормально. Но к старости, то есть я уверен, что произойдет возвращение обратно. То есть вопрос только в том, если в детском возрасте мы утратим вот этот момент социализации, язык, там, религия и так далее, то, конечно, он уже туда не вернет, этот человек, мне некуда будет возвращаться. ПЕСАЯ ПЕСАЯ aring ПЕСАЯ АНСКОРА Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok Дмитрий 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Детективный для наших территорий Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Детективный для наших территорий Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Детективный для наших территорий Субтитры делал DimaTorzok 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 В рамках казачей, много раз начались и цераницы из Руси, убегающиеся от жителей, и, потом, из-за религиозных. Можно предположить такую модель, которая действует. Старообрядки бегут от России, Россия их догоняет. Какое-то время они пребываю в составе России, они дальше убегают. Наиболее radical они бегают дальше. Можно представить, что Россия, как центральная власть, подсматривала куда бегут старообрядки, и там хорошо. И, соответственно, приближала свои границы к этим территориям. Как мы запоем, мы аще заиграем про солдатское житье. Ой, да лёли, лёли, про солдатское житье. В этом году используют свете постраде, что они привыкли за Сарикёй, в 1740-м clая, ставшки в 1740-молвомы, жители перебегают у них в душе. В этом году, Сарикёй о身е Древний опаде превыклажный пелевр, который подсказал nep Retом Хатский. В 1041-е, превыклажный централ, чемплажный мастер-какас. Субтитры сделал DimaTorzok В последнее время были войны российские и турецкие войны в 1916-1912 годы, соответственно, в 1928-1929 годы. То есть здесь были потоки в двух направлениях. С одной стороны, Россия получала старый брендов из Добруджи и из Молдовы, но и встречный поток был не меньший. Многие из старообрядцев с разных регионов России воспользовались этой ситуацией и ушли в Османскую империю, в Добруджи. Видимо, и дальнейшие миграции продолжались вплоть до XX века. То есть мы знаем, и после событий революции гражданской войны достаточно много русских и не только старообрядцев убежали. Кто заучился, вы приходите прослушиваться, да? Давайте тихо, без шума. Можно сказать, что липовани действительно стали не только диаспорой, но и метрополией для образования новых диаспор. То есть начиная, в общем-то, с начала XIX века, из липований, да, такой, или не красовщины, не знаю, как правильно назвать эту территорию, будет корректно, часто выселялись. Часть вернулась в Россию, да, в 1829-13 году, в 1829-30-е годы. Ну и позже, в 1861-62 году, когда происходил обмен после российско-турецкой войны между Дунайскими княжествами и Россией, немало липован ушло, так сказать, вот в Приазовье, на территорию Таврической губернии, ну и вернулись другие города. Это продолжалось и в начале XX века, то есть по Столыпинской реформе было переселено около 5000 семей в разные территории России, но прежде всего в Сибири и Дальний Восток. 1947 год, достаточно массовое переселение, реэмиграция ее называют, где-то до трети населения вот липованских сел Румынии, Болгарии были возвращены в Советский Союз. Да и сейчас процесс, в общем-то, идет, какая-то небольшая часть, насколько мне известно, тоже переселяется в Россию, в Украину, то есть процессы перманентные, постоянные. Сели гули на кровать, сели гули на кровать, стали на стенку качать, Стали на стенку качать, Стали на стенку качать, Спи малиутка пациевой, Спи малиутка пациевой, Глаза их не открывай, Глаза их не открывай. Сарикёй является и лаганом копилырии Александреи, фица историкулы Sebastian Феноген. Дости староверцы сказали вместе об энигма саду лор, «диспариция казачилор». Повестия Александреи касается реальность староверилов в Руссии, на секоле дистанта, после Пригуана. Я практически знал, что мы родственники казаки. Мне кажется, что наша история обменная, как фильм, как фильм, родители Андреи и родители уехали в 1947 году в Сарикёй, когда была война в Руссии. Руссии думали, и некоторые из них сказали, что мы возвращаемся. Но из-за того, они вернулись в страну, и в другую страну, но Руссия трогает. Руссия в России, что мы решили, что мы решили, что мы решили из семьи староверов, когда они были с детьми с детьми с детьми с детьми и с детьми с детьми в России, они были очень религиозными, как и все липовернии, но только там не было библиотеки. Ответы советские, естественно, не позволили строить библиотеки, чтобы их учить религию свободно, как мы делали здесь, плюс учебная атеиста в школе оттуда. Итак, эта религиозность была потеряна в семье. Так что, практически, он был не библиотеки. По 20 лет, он сказал, он с подумал, и у него ответил, и он хотел сказать, что не было бы быть не библиотеки. Многие в РСС не были библиотеки. И в 90-е годы он хотел бы быть библиотеки, и он был библиотеки. То есть, когда он был библиотеки, и он был библиотеки, и он был библиотеки. И он был библиотеки, и он был библиотеки, и он был библиотеки. Он был библиотеки, и он был библиотеки, и он был библиотеки, и он был библиотеки. Он vit в библиотеки, и вечером библиотеки. Он был библиотекей, celebrating, Субтитры создавал DimaTorzok И я сказал, да, я иду, иди за тебя. Все эти дни, не знаю, сколько дни, 7 дни, 10 дни, я был в постоянной эфире, не знаю, как сказать. Я был в виду. Я поехал в Украину, в саду России, до Ростов-Педон. И, в первую очередь, они не знали, кто мы и что нам нужны. 7 дни и еще 2 дни, которые идут, которые идут, что-то, когда они находятся в доме. Это не было не то, что мы ждем, что мы дарим, когда кто-то приходит к нам, когда кто-то приходит. В отношении с Дону не было эмоционной, действительно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 и до 11 часов мы закончим. Они их заглушono. Судая, что в течении, как раз organizations, очень. Это может быть у нас. В лечении они не приходят и устроят их. Ну и мы с Домами их помним, и мы их помним. Мы ждем, когда мы найдем песты. Когда мы найдем, когда мы найдем, так как мы найдем. Песты – это счастлив, если они входят, мы должны попасть. Мы делаем песты, как на балке, на кучбе, как говорится, на хирустрие. Мы делаем фоку, мы делаем песты. Я просто обожаю. Давай! Вот и поймал. Мелька. Ну, извините, мелька хорошая. Мы делаем песты, традиционно, на Липовене. Липовене, я думаю, когда с инфинтат горгова, потому что больше липовене, но в большинстве липовене, в основном липовене. Итак, первая и первая дата у нас только липовене. А вот эти липы и остальные. И так у меня остались липовене, но я думаю, когда я беру и два мышления, не делаю, чтобы вы иные даты. Расскурские лимолы не остались. Выв fet, мы делаем зажигание, Насте дуня не мараи, 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 Прогlass мы собирали лимон, гребенье , караль, бинpton, Лимоней и овainshor kana, Доб masala. Программа, бру branches ! Дай, дай! Дай, дай! Ой, Господи, не богу! Дай, дай! Дай, 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 дай! О, ты, Господи! В прошлом, было 80% песков. Их все больше песков. База – песков. В других местах нет, около 5-постов. В других местах есть, чтобы сделать еще что-то. Их нет, другая работа. В других животных, больше, поэтому, единственная сурса – песков. Субтитры, я чувствую, что ей нравится. Вora в Вангаре. Возьмем сосуды. Дай, 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 дай. Возьмем и красот式. Дай, дай! Субтитры. Массуды. Дай! Субтитры, вściаны. Надежные сурсы, Субтитры, соли, лям, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Am avut o copilărie de neuitat, dăruită de toți cei patru bunice ai mei. De la ei știu să vorbesc, chiar dacă mai stângaci, o rusă arhaică, graiul staroverilor sosiți aici. Ei mi-au sădit în suflet iubirea pentru cântările bătrânilor, pentru înțelepciunea lor, dragostea pentru oameni și credința. Părinții, ocupați ca mai toți părinții, mi-au fost modele pentru ce înseamnă familia, iubirea față de aproapele tău, cinstea, munca și mai ales mândria și respectul pentru ceea ce sunt. Pentru ceea ce sunt părinții, pentru ceea ce au fost bunicii, străbunicii și stră-străbunicii mei. Tot ei m-au învățat să-mi iubesc și să-mi păstrez, dar mai ales să transmit mai departe copiilor identitatea staroveră. Să-mi iubescări, pentru că suntemate oriși și străbunicii și străbunicii și străbunicii și străbunicii și străbunicii și străbunicii. Вот эти самые важные вещи, религия, труд инновации и культурное сохранение. Липованин, прежде всего, старообрядец, который, хоть и грешит, но рано или поздно покаяться и вернется в старую веру. Липованин – это человек, безусловно, работающий, активно работающий. Будет это рыба, будет это извоз, будет это стройка, не знаю, но это человек, который все время… И третий – это человек дыхающий, то есть человек который умеет очень хорошо организовать свой и соседский досуг. Ну вот, наблюдая Липован по разным странам, могу сказать, что вот эта жизнелюбия, в хорошем значении этого слова, это отличительная черта всех Липован. Липованин – это страны, которые учат маленькие русские, с традиции, с портой, с языком, с языком, с религиями, с религией и с религией, с религиями. Правда, это человек, которые уже могут быть мисленными. Это было очень много, это было очень много, это было очень много. Липованин – это очень сильно зависит от различных коммуникационных проектах, типа социальных сетей. Сейф, Фейсбук, ВКонтакте, Лайв Джорналы. Поэтому, в принципе, нужны какие-то другие способы работать с молодежью. Привлечение молодежи не на основе вертикального, то есть там «я начальник, иди ко мне, я тебе скажу, что делать», а на основе горизонтального «давайте вместе что-то делать». Вот когда будет это вместе совместное сетевое сообщество, и сможет мобилизовать молодежь. Растет травка, не муравка, зеленая, я по той траве ходила, я по той траве ходила. Сейф, Фейсбук, ВКонтакте, Лайв Джорналы. Сейф, Фейсбук, ВКонтакте, Лайв Джорналы.